Друзья, Ули Гуннер Сульшер принял Манчестер Юнайтед в плачевном состоянии. Казалось, что сезон провален, но норвежец сотворил чудо. И теперь команда идет в зоне Лиги Чемпионов и сенсационно прошла в четвертьфинал главного клубного турнира, выбив ПСЖ. Многие рассказывают о мотивации от Сульшера, но дело не только в этом. Он изменил роли нескольких игроков команды и реанимировал их карьеры. Сейчас об этом поподробнее. Как вы думаете, на каком месте ВПЛ закончит сезон МЮ? Компания 1xBet предлагает хорошие коэффициенты на победителей Чемпионата Англии. И, конечно, быстрые выплаты. Вас ждут бонусы и многочисленные акции. Ссылка в комментариях под видео и в описании. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Маркус Решфорд Этот игрок ворвался во взрослый футбол дублем против команды с родины Сульшера, норвежского Митсюлана. Луи Ван Галл видел Маркуса как центрального нападающего. Но Мауринью ради Лукаку выпускал его только на фланге. Сульшер изменил это, поставил Решфорда в центр атаки и начал строить игру через его рывковую работу за спину защитником. Вот что об этом говорит сам тренер. Я не думаю, что команда полностью использует забегание Маркуса. Подсчитайте, сколько раз он забегал за спину защитником при счете 2-0 или 3-0. Нужно искать его, даже видя в счете, в ускорениях его сильнейшая сторона. Я постоянно подстегиваю его и говорю, что он должен оставаться после тренировок и отрабатывать завершающий удар. Маркус порой забивает голы мирового уровня, но посмотрите, как с годами менялись мячи Роналду. Они стали более зрелыми. Со временем Криштиану начал больше забивать из штрафной. И Решфорд должен в этом прибавить. Это принесет ему плюс 5-10 лишних голов в сезоне, рассказал Сульшер. В итоге, с момента прихода Ули Гуннера, Маркус забил 6 голов только в ЭПЛ. И своим мячом ворота ПСЖ вывел МЮ в четвертьфинал Лиги Чемпионов. Ромелу Лукаку А вот этому спортсмену пришлось серьезно меняться, потому что Сульшер сразу же отправил бельгийца в запас. Кажется, дело было в излишней мощи Ромелу. В последние годы он серьезно прибавил в мышечной массе, что сказалось на его рывках. Для Сульшера они были очень важны, потому Лукаку пришлось серьезно сбросить вес. Он и продемонстрировал это после гола Саут Гемптону, сняв футболку. Теперь бельгийц снова в основе. Много бегает и оформил важнейший дубль ПСЖ. Лукаку забил дважды, также он хорошо выполнял связующие функции, говорит Сульшер. Он выкладывается на тренировках и здорово играет. Ему приходилось действовать на фланге и выполнять много оборонительной работы. Мне нравится, когда игроки цепляются за шансы. Это и есть настоящий Манчестер Юнайтед. Все считали, что этот футболист покинет Манчестер Юнайтед еще летом. Отношения с Мауринию были натянутыми. Поль не демонстрировал должного уровня игры и не вписывался в схемы Жозе. Сульшер и тут сыграл на пользу футболисту. Переложил ответственность за первый пас на центральных защитников. Освободил Пагба от черновой работы и позволил ему сконцентрироваться на атаке. Поль в восторге. А про его статистику при Уле Гуннере вы наверняка знаете. Сейчас я получаю удовольствие от своей игры, говорит Поль Пагба. Мне нравится, что я стал больше атаковать. Раньше я слишком много играл в обороне, а это не самая сильная моя сторона. Атака — моя стихия. Сульшер советует мне больше врываться в штрафную соперника и забивать оттуда. В этом стиле мой пример Фрэнк Лэмпорт. Виктор Линдалёв Включение центральных защитников в пасовую игру позволило ранее провалившемуся в Англии Линдалёву показать свои лучшие качества. Виктор обладает самым техничным первым пасом среди центральных защитников МЮ, и еще по Бенфике запомнился рывками с мячом к центральному кругу. Сульшер предоставил Виктору эту возможность, и теперь он является железным игроком основы. Более того, Ули Гуннер дал Линдалёву установку постоянно подключаться при стандартах, на что опасавшийся затылы Мауриню шел редко. Теперь Виктора страхуют крайние защитники, а сам он получил шанс использовать свои лучшие качества. Андер Эрера При Мауриню этот полузащитник был востребован, но в последние месяцы при Жозе появились слухи — МЮ хочет продать футболиста летом. После прихода Сульшера этих разговоров больше не было. Испанец выжигал весь центр поля, и в феврале этого года был признан лучшим игроком команды. Эрера не такой полузащитник, как Погба и Мазич, с их внушительными физическими данными. Андер любит бегать с мячом, и у него это отлично получается. Также он хорош при забеганиях в штрафную. Кстати, это неплохо выходит у Погба и Янга. Как вы думаете, сильная игра Манчестер Юнайтед при Сульшере? С течением обстоятельств? Или это на самом деле топ-тренер, который вернет клубу былое величие? Пишите в комментариях. Заранее благодарим. В прошлом видео мы спросили вас. В первом же сезоне в Ливерпуле Энди Кэррол провалился. Друзья, а кто тогда стал лучшим бомбардиром Ливерпуля в сезоне? Ответ. Дирк Кейт. 13 голов. А теперь следующий вопрос. В апреле 2017 года Мауринью раскритиковал Рэшфорда, Лингарда и Марс Яля за слабую результативность. Друзья, какого игрока он поставил им в пример? Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. До новых встреч!